Хэллоуин уже стучится в двери. Посмотри, сколько вкусненького мы тебе приготовили. Да это не просто утюжок, а главный герой фильма «Челюсти». Месть парикмахера. Смотрится впечатляюще, но волосы таким точно не уложить. Берем белую бумагу и утюжок. По форме щипцов для волос вырезаем заготовку, загибаем края, крепим полоски двустороннего скотча, складываем и вставляем в утюжок. Зажимаем щипцы. Раскрашиваем бумажную вставку маркерами. Рисуем острые зубы. Добавляем оранжевый налет. Красим пасть в красный. Наносим ПВА и засыпаем красным глиттером. Бу! Ммм, какие острые зубки. Подруга спит. Какое опрометчивое решение. Интересно, каково это проснуться и понять, что тебя заковали в цепи? Фоточку для инста-истории. Тссс, только аккуратно. Не разбуди раньше времени. Внимание, она просыпается. Что это? Паралоновые цепи? Смотрится забавно, но разве этим можно напугать? Наивное дитя. И не лень же было. Нам понадобится изолоновая труба и канцелярский нож. Нарезаем трубку кольцами. Делаем в колечках надрезы. Соединяем звенья друг с другом. Склеиваем места надрезов термопистолетом. Готовую цепочку красим в черный. Массивную цепь можно использовать не только для пранка, но и в качестве эффектного хэллоуинского декора. Как тебе такая идея? Справиться с диванным притяжением – миссия невыполнима. О, пончики, как мило. Упс, наверное, показалось. О боже, нет, серьезно? Пончики с зубами? Сейчас я тебе покажу, кто из нас самый зубастый. У этих пончиковых монстров отличный вкус. Осторожно, сзади опасность. Мамочки, подруга-вампир. Тебя обратил один из этих донатов? Ммм, как вкусно. А какого цвета кровь и твоего пончика? Ой, в смысле, начинка. Для этой идеи берем пончики, красный краситель и желейные челюсти. Помещаем челюсти в отверстие пончика. Почувствуй себя кондитером-донтистом. Обводим зубы каймой гелевого красителя. Пончики-монстры готовы. Подруга щелкает знания, как орешки. Ну сколько уже можно читать? Может, время сделать перерыв? Ужас, эта книга уже вынесла мне весь мозг. Вот, сама посмотри. Фу, не показывай мне его. А почему у тебя мозг с орешек? Ссохся от вечной учебы. Я же говорила, нужно больше отдыхать. А то же надо такое придумать. Нам понадобится клей ПВА. Рисуем на лбу круг. Рвем бумажные салфетки и крепим кусочки по кругу. Маскируем бумагу тональным кремом. Пространство внутри круга закрашиваем темным гримом. Из грецкого ореха вынимаем ядро. Покрываем его розовой акриловой краской. Розовый мозг на ладошке. А ты бы как отреагировал? В нашем парке появилась новая статуя. Сделаю селфи. Ты же не против совместной фоточки? Ну, конечно, не против. Ты же обычный памятник. Или не совсем обычный. Подбираем лучший ракурс. Мамочки, статуя ожила. Спасайся, кто может. Подготовим чистую миску, белый акрил и детский шампунь. Акриловую краску смешиваем с шампунем. Защищаем кожу вазелином. Наносим акриловую смесь. Чтобы краска ложилась ровнее, используем поролоновую кисть. Покрываем белой краской лицо. И шею. Крепим белые искусственные волосы. Маскируем белой повязкой. Закутываем в белую простыню. Живая статуя готова. Подруга решила пообедать? Отлично. Только вот блюдо придется заменить. Обожаю вермишель. Что это такое? Рука зомби в моей тарелке? Фу, это просто отвратительно. Ну что, подруга, купилась на пранк? Зомби наступают. Что? Аппетит пропал. Для этого пранка возьмем гипс и перчатку. Три ложки гипса смешиваем с двумя ложками воды. Готовой смесью заполняем пальцы перчатки. Для удобства используем пипетку. Перевязываем резинкой. Помещаем перчатку в пиалку, чтобы гипс принял нужную форму. Застывшую руку вынимаем из перчатки. Рисуем ногти и раскрашиваем руку в землистый цвет кожи зомби. Кладем руку мертвеца на дно тарелки. Кого-то ждет порция холодного зомбачина. Туалет – прекрасное место для пранка. Защищаем руки перчатками. Сдвигаем крышку сливного бачка. Берем пакетик красного красителя. Отрезаем краешек и выдавливаем краситель в воду. Задвигаем крышку. Готовы! Подруга еще ни о чем не подозревает. И зря в канун Хэллоуина нужно быть на чеку. Особенно, когда живешь с друзьями, которые знают толк в пранках. Подруга нажимает на кнопку слива. Мамочки! Что за кровавые водопады? Я даже не хочу думать, чья это кровь. Расслабься, крошка. Это просто розыгрыш. И кто придумал хранить декор для Хэллоуина? На чердаке. День всех святых не самое уютное время для прогулок по страшным темным помещениям. Мамочки, что это светится? Куда ведут эти следы? Любопытство побеждает страхи, подруга смело забирается на стремянку. На чердаке тоже кто-то наследил. И когда мы проведем сюда свет? Но самое страшное еще впереди. В темноте ее ждет скользкий зеленый монстр. О нет, только не это! Ааа, не приближайся ко мне! Побережем нервы подруги и признаемся, что это просто пранк. Очень вовремя. Еще немного и у меня бы остановилось сердце. Фу, что за слизь у тебя на лице. Специальная маска из слайма. Нам понадобится большой слайм и светящийся порошок. Высыпаем порошок. Распределяем равномерно по поверхности и замешиваем слайм. Выкладываем слайм по форме руки. Безымянный палец соединяем с мизинцем, а указательный со средним. Прижимаем руку к полу. На линолеуме остается скользкий трехпалый отпечаток. Выключаем свет. Да он еще и светится. Подруга решила поделиться вариантом декора комнаты ко дню всех святых. Вырежем тыкву. Букву. Тыкву. Брюкву? Говори громче, ничего не понятно. Тыкву. Мамочки, да что у тебя в ушах? Ой, сороконожки. Сейчас я их прихлопну. Остынь, это же просто пранк. Да ну тебя. Ну и как тебе идея с тыквой? С клюквой? Ох, ну перестань. Для этой идеи нам понадобятся желейные червяки. Ползите скорее, мои хладнокровные. Берем тонкую цветную проволоку. Вставляем кусочки проволоки в червяка. Вуаля, обычный желейный червяк превратился в устрашающую сороконожку. Брррр, шмурашки по телу. Интересно, а можно пройтись по дому и не попасться на пранк? Ааа, призраки атакуют. Ааа, она уже убежала? Кстати, а что это вообще было? Нам понадобится машинка на управлении, проволока и бинт. Откусываем проволоку кусачками. Крепим кусочки к машинке крест-накрест. Фиксируем скотчем. Затем скручиваем высокую конструкцию. Закрепляем ее на машинке. Еще один кусок проволоки вставляем под спойлер. Украшаем проволоку бинтом. Крепим его с помощью термо-пистолета. Занарешиваем бинтами всю металлическую конструкцию. Украшаем новогодней гирляндой. Марливое привидение готово. Вооружаемся пультом и вперед! Пугать друзей! Ну где же эта подруга? Так можно и заснуть в засаде. А вот и наша жертва. Дави ногас, мой призрачный гонщик! Пиццу заказывали? Получите! О, моя прелесть! О нет, мой самый большой кошмар! Что это за ужас? Вместо пиццы в коробке поселился зубастый и кровожадный монстр. Интересно, а и кто это так постарался? Пустую коробку от пиццы покрываем изнутри краской. Из белого ватмана вырезаем длинный язык. Горячим пистолетом крепим его к створкам коробки. Широкой поролоновой кистью красим язык в красный цвет. Рисуем темные линии. Теперь берем белые накладные ногти. С помощью красного термоклея крепим ногти вместо зубов. Украшаем челюсти налетом из желтого термоклея. Настоящие монстры зубы не чистят! Праздник Хэллоуин просто рай для тех, кто обожает пранки. Как насчет напугать друзей парочкой резиновых мышек? Так, куда бы вас посадить? Лоток с яйцами? Отличная идея! Вынимаем яйцо и усаживаем в ячейку одну из мышек. Вторую мышь подвешиваем за хвост. Саму мышку кладем на полку. Когда дверца откроется, мышка эффектно шмякнется с полочки. И как следует напугает подругу. Давайте хвостатая, только не подведите. А вот и подруга. Открывает холодильник. А там... Самый большой страх ее жизни! Мыши! Так, сегодня же Хэллоуин. Нужно собраться. Так и есть. Мышка оказалась игрушечной. Я хотела яичницу. Где лоток? О нет, везде эти мыши. Ладно, я просто закрою глаза и быстренько возьму свою коробку с пончиками. Фух, это было непросто. Понравились наши хэллоуинские пранки? Напиши в комментарии, а как ты разыграешь друзей? На самой страшной вечеринке года. И не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи для Хэллоуина от Трум-Трум Селект.